На Кубани выявлен опасный карантинный вредитель – коричнево-мраморный клоп. С 1 июля 2017 года насекомое внесено в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Мраморный клоп опасен тем, что губит фруктовые и овощные культуры – зерновые и рис. Как узнать вредителя и какие меры предпринимать по его уничтожению, смотрите в следующем материале выпуска. Вот они, массовая зимовка. Вот они сейчас будут все активизироваться. Сейчас клоп находится на зимовке. Насекомые прячутся внутри пней, стволов, хозпостройках, проникают в дома через щели, подсайдинг. Необходимо на своем участке произвести тщательный осмотр всех укромных мест, провести очистку стволов деревьев от неживых слоев коры. Самый эффективный способ борьбы с клопом – собирать вручную и сжигать. Уничтожение одного клопа означает гибель последующих поколений. Плодовитость у этого вредителя очень большая. Дает он целых три поколения в год. То есть, начиная с третьей декады апреля до первой декады ноября. То есть, он успеет повредить большое количество культур. Если у нас с хозяйствами, я думаю, проблем не будет, в обработке проводятся, у них экономическая служба хорошая, то стоит опасаться частному сектору. Поэтому будьте внимательны, смотрите за этого клопа в случае необходимости обрабатывать. Когда среднесуточная температура поднимется до 15 градусов тепла, начнется массовый вылет насекомого. Его атаке подвергнутся почти все растения – от плодовых, зерновых, риса до декоративных. Клопы делают проколы поверхности плодов или листьев и высасывают сок. Плод замирает в развитии, сохнет или гниет. В нашем районе уже был зафиксирован случай обнаружения мраморного клопа. Нам, прежде всего, будет вредить этот частный сектор, это плодовые, практически все плоды, плюс орехоплодные, будут также вредить овощным культурам. Если хозяйство – это зерновые, соя, рис, пропашные культуры. Если в общем сказать, то более 300 растений являются для него кормовыми. Обработки пестицидами против взрослых особей клопа проводятся в вечерние часы, когда лётная активность вредителя снижается. Если численность вредителя высокая, то через 5-8 дней проводят вторую обработку. При необходимости проводят третью обработку в период появления личинок второй генерации. По всем вопросам борьбы с мраморным клопом можно обратиться в филиал Росельхозцентра или Управление сельского хозяйства по Славянскому району. Телефоны 405-27-238-45. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».